Совсем скоро Новый год, самый волшебный праздник. В этот день дети ждут подарков, сюрпризов и, конечно, внимания от своих родителей. Но есть малыши, которые в этот праздник будут одни, потому что у них родителей нет. Мама с папой не придут, не принесут ни игрушку, ни книжку, ни что-нибудь вкусненькое. Когда ребенок получает статус отказного в роддоме, то по закону он попадает в стационар детской больницы, чтобы пройти обследование, а затем его направляют в сиротское заведение. Дальше по распоряжению органов опеки нам какое-то решение выдается, в какую он семью. То есть его навещают родители, начинают будущее, как своего ребенка, если бы свой ребенок лежал в больнице. То есть они приходят, навещают, никто не знает, что это там отказной, ну если кто-то в холли, люди посещающие. Она такая маленькая, ей еще нет и двух недель. Как сложится жизнь этой малютки никто не знает. В преддверии новогодних праздников все верят в чудеса и взрослые, и дети. Пусть она еще ничего не понимает, но покидая стены больницы, медицинские сотрудники расскажут ее приемным родителям об этом случае. Одиннадцатиклассники 12-й средней общеобразовательной школы решили сделать для нее благое дело. А малышка, только что появившаяся на свет, стала звездой экрана. Наша страна всегда славится добром, добрыми поступками. Пусть каждый вот этот маленький добрый поступок, я думаю, сделает счастливее многих, многих детей, людей. Очевидно, что нынешнее молодое поколение понимает проблемы таких детей, чьи родители попали в трудную жизненную ситуацию и были вынуждены оставить своего ребенка в больнице. Но обязательно найдутся люди, которые смогут подарить этому ребенку счастливое будущее. У нас два мальчика ходили за этими подарками, ходили в кораблик в детский магазин, покупали разные пеленочки, распашоночки, купили игрушки детские. И все это красиво постарались от души упаковать, сами упаковали все это. Эти ребята собрали деньги и купили подарки. Своими руками упаковали все самое необходимое для крохи. Подгузники, развивающие игрушки, одежду, средства гигиены и многое другое. Все, кто в этот день посетил малютку и кто ухаживает за ней в детской больнице, уверены, что совсем скоро для нее произойдет чудо. И у малышки появится добрая, любящая семья.